Приветствую вас! Вопрос свой. Судя по всему, вы уже решили, ну, по крайней мере, вы написали, что, значит, всё хорошо, да, что мама сделала грузовский шаг, вот. Я, тем не менее, не считаю, что у вас всё хорошо, я не считаю, что эта ситуация завершилась, я не считаю, что у вас с мамой в дальнейшем не будет никаких проблем, и терок, я, к сожалению, так не считаю, и в своём ответе я попробую пояснить, значит, почему я так не считаю. В своём ответе я попробую, значит, как-то вам пролить свет на ситуацию, в которой вы оказались, дабы вы вели себя в дальнейшем, в следующий раз, когда это произойдёт, а это произойдёт обязательно, потому что, ну, потому что на это есть объективные условия психологические, для этого есть объективные условия психологические, вот, чтобы вы правильно себя видели. Итак, выпишите я замужем официально три года детей нет. У мужа за плечами негативный опыт про слоходношения, где его оставили ни с чем. Вот здесь, здесь сразу есть такая нехорошая, на мой взгляд, позиция, согласно которой вашего мужа оставили ни с чем. То есть, почему мужчина здесь, это, ну, я не знаю, это такой человек, который вот, знаете, который беспомощный, который совсем ничего не может, который ничего не знает, который ни на что не способен, так, по крайней мере, вытекает это из вашего, значит, ну, из вашего текста, вот. Мужа оставили ни с чем. Это он так сказал вам. Я верю, верю ему, верю вам, верю в то, что вы действительно так думаете, но, тем не менее, позвольте вас разуверить и сказать, что это совсем не так. Человек сам несет ответственность за свою жизнь. И если он позволил, если он позволил оставить себя ни с чем, то это его прямая ответственность. То есть, человек сам к этому пришел. Зачем он к этому пришел? Почему он к этому пришел? Ну, это вопрос уже риторгический. Я так думаю, что дело здесь в его маме, которая гиперопекает его, которая чрезмерно заботится о нем, которая, возможно, не позволяет мужчине подчувствовать свою силу, свою самостоятельность, свою независимость до конца. То есть, это такой момент, да, не очень хороший. Ибо мама подавляет своего сына, она его явно подавляет, потому что сомневается в его выборе. Вот. Ну, то есть, вот то, что случилось, да, это сомнения в выборе своего сына. А, да, у мамы безусловно там хватило, хватило мудрства интеллекта для того, чтобы не превратить это все в скандал. Ну, вот. Это так. Это так. Но, по сути и делу, на мой взгляд, это мало что меняет. Итак, никто мужа не оставлял ничем. Он оставил ничем себя сам, по причине, которую вы либо не знаете, либо он от вас скрывает, либо сам не осознает. Вы пишите, у меня по наследству несколько объектов недвижимости, у него ничего, кроме рабочей машины, на которой он работает. Материальное неравенство партнеров, супругов, да, материальное неравенство супругов. В принципе, вещь довольно часто в жизни. В жизни. И мне думается, что очень важно, чтобы вы оба выработали к этому свое отношение. то есть мужчине нужно либо принять, что у вас больше имущества, чем у него, и это нормально. То есть, это нормально, что у вас больше имущества, чем у него это объективный факт, абсолютно, абсолютно объективный факт, против которого нельзя как бы идти. его нужно либо принять, либо, соответственно, не принимать, если у мужа нет такой возможности. вот. И вам, соответственно, тоже нужно принять данные аспекты. То есть, либо вы принимаете это, либо нет. Либо вы принимаете тот факт, что у вас больше имущества, и вы как бы не следите с этого. вот. Либо вы понимаете, что это проблема, и, соответственно, со своим мужем расходитесь, потому что иначе, а вот это вот неравенство, которое между вами есть, оно будет давать о себе знать, ну, достаточно периодически. Периодически. Вот. Дальше, что касается того, что у него ничего, кроме рабочей машины. Это говорит о том, что человек, скорее всего, не считает в глубине души себя достойным имущества, которое у него есть. Ну, я не могу наверняка сказать, о том, что конкретно происходит, да, правило, как правило, за свое имущество нужно бороться, брава свои нужно отстаивать, вот, а мужчина, он, собственно, ничего этого не делает. Абсолютно. и даже вот машину переписал на вас, но об этом мы еще поговорим немножко. Вот вы пишите, продали квартиру его мамы, он там был прописан, и она дала денег сыну нам на покупку автомобиля. не могу здесь не задать вопрос, так вам или сыну она дала денег на покупку автомобиля. С какой вообще стати мама, мама, взрослого сына, который работает и с какой вообще дает деньги на покупку автомобиля. Вот чувствуете, да? Чувствуете, как самостоятельность и вместе с тем мужественность вашего супруга понижается мамой. Причем, вроде как благое дело, да, автомобиль. Кстати, какая связь между продажей квартиры и значит автомобилем. То есть, вы продали квартиру его мамы, а где мама живет? С вами? С вами вместе? В какой стати? Почему так? Для чего вам мама? вы говорите, что мама живет в другом городе, но сейчас она на нас гостяк. Ну, связи мне, вот связи с тем, что вы продаете квартиру мамы и она дает деньги на автомобиль. Я это, честно, не вижу. Это ее подарок такой мужу или вам. тоже непонятно на самом деле, да? Что это? мужчина мы купили, мужчина стоял, чтобы она оформлена была на меня, хотя я упирал, но все-таки он мужчина. Виктория здесь. Я понимаю, что вам будет неприятно это слышать, но скорее всего вы хотели в глубине души вы хотели в глубине души чтобы машина была оформлена на вас. Почему? Потому что если бы это было не так, вы бы никогда не позволили мужу ее оформить на вас. То есть у вас есть какое-то желание, влечение, в котором вы сами себе скорее всего не сознаете, которое вы не признаете, следствие чего вам вам хочется чтобы машина мужа была малаш. Вот. Ну, знаете, вы могли бы сказать, нет и все, зачем мне машина, нет я не хочу, тем более в такой ситуации в какой вы оказались. Вы этого не сделали. Вот. Оправдание типа я сделал это для своего мужа, чтобы ему было спокойнее. Мне кажется, это не серьезно, потому что если муж хотел этим показать свою любовь к вам, и если вы не приняли его показатель, да, не приняли его шаг, то это значит, что он вам не подходит. И любящий человек это понимает. А вы могли согласиться, потому что знали, что мужа это обидит, и он ну не знаю, отдалиться от вас может быть, или что-то еще. И вопрос, что лучше, или что хуже, думать, что вы подсознательно захотели еще какую-то собственную, или что муж может быть вас не так сильно любит. Потому что ну вообще любовь, как правило, показывает поступкам и отношениям, а не тем, чтобы переписывать на любимого человека имущество, а потом выглядеть жертвой. Это то, что делает ваш муж. он жертва из того же треугольника Карпмана, о котором вам уже говорили. Вы пишите, что узнав о том, что авто записано на меня, то есть на вас, Виктория, у мамы-мужа было большое огорчение, она не скрывая, но и без агрессии, спокойно, корректно, начала задавать вопрос, почему вы так поступили, почему не оформили на него. Вот тоже тоже ключевой момент, да? Человек даёт деньги, даёт деньги, делает подарок. Казалось бы, да, ну вот, сделал подарок, дал деньги, допустим, ну или подарок, или деньги, неважно. тот, кому ты это дал, да, ну, может делать с ними, с деньгами, все, что хочет. Абсолютно, все, что хочет. Ну это, как бы, справедливо, на мой взгляд. И, тому, что подарил, в принципе, всё равно, как пользоваться его подарком, потому что, ну, если он действительно хочет подарить. Но мама мужа была огорчена тем, как вы воспользовались её подарком, точнее, как муж воспользовался её подарком. Спрашивается, зачем она тогда дарила подарок? Ответ. Для себя. Себя. Конечно же, она делала это для себя. Она хотела, чтобы её подарок что-то принёс ей, что-то дал ей, ибо огорчение у неё было, эээ, ну, настоящее. То есть, это было её собственное огорчение. Это были её чувства. Это были её переживания. А значит, здесь замешана личная выгода. выгода личная выгода может быть у мамы от подарка, гадать сложно, но я полагаю, что, как, например, мужу вашему требуется быть жертвой, так и маме требуется быть значимым. Я понимаю, что я сейчас не очень приятные вещи говорю про вашего мужа и маму, вот, но вам лучше знать эээ, своих близких людей эээ, идеально, потому что без этого вы рискуете, ну, просто-напросто, эээ, просто-напросто, потерять адекватный контакт с этими людьми, вот, и будете вести себя, ну, по меньшей, по меньшей мере некорректно, вот, мы же этого, я надеюсь, с вами не хотим. Дальше идем. Насчет, эээ, вы пишите, что мама по виду была очень расстроена, эээ, если человек дарит подарок, то, ого, разбросил, никакого нет. Человек просто дарит, человек, как бы, делает доброе дело, и, уже, как, кто там, распоряжается подарком, разницы особо нет. Далее, вы пишите, мне пришлось уехать по работе, теперь я не знаю, как вести себя, эээ, как себя вести с мамой, мужем. А никак не вести себя с мамой, мужем. Вы понимаете то, что, эээ, есть ответственность мужа, который, эээ, переписал, эээ, 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 машину на вас, и есть ответственность мамы, которая непонятно зачем, пока что, дарит, ээээ, подарки. Ну, скорее всего, в данном случае, эээ, подарки это, такое, знаете, средство подчинения человеку, ну, других людей. То есть, кто-то подчиняется контролем, кто-то подчиняет, там, жалостью к себе, а вот, мама вашего мужа, она, видимо, является, эээ, корректной, и, ну, достаточно интеллектуальной, и верливой, чтобы не проявлять, откровенную агрессию, она подчиняет, эээ, людей вот так, с чувством долга, ей. То есть, да, есть, есть, ощущение, такое у вас, что, вы ей что-то должны, маме, маме я имею ввиду, ну, вот. Дальше, эээ, значит, эээ, то есть, это не ваша ответственность, но, то, что вы плачете, то, что вы переживаете об этом, говорит о том, что вы испытываете чувство вины, вот. И, давайте подумаем, чувство вины связано с тем, что вы сделали, то есть, с тем, что вы согласились, эээ, что умолшение будет на вас. Но если бы вы, если вы этого не хотели, то вы могли отказаться, чувства вины бы не было, но вы согласились, и чувство вины есть. Значит, вы, запрещаете себе, что-то хотеть, и что-то делать, испытывая, при этом, чувство вины. человек, который испытывает чувство вины, эээ, чувствует, такой, знаете, эээ, ну, мнимый, болезненный, контроль, то есть, ему кажется, что вот, я точно знаю, как нельзя делать, как не надо делать, я точно знаю, что это неправильно, и так далее. То есть, вы, эээ, может быть, склонны к тому, чтобы чувствовать вину. Я не знаю, может быть это не так, но тем не менее. Тем не менее. Ага, здесь замешаны ваши желания. Потому что, именно за них, за свои желания, вы испытываете вину, вину, не перед мамой, не перед мужем, перед собой. Перед собой. Понимаете? Потому что, если бы этот вопрос, был бы, эээ, фактическим, да, то есть, я перед мамой, вы испытываете вину, или перед мужем, например, то вы, просто либо, отказались от собственности, то есть, как, ну, как это можно сделать, я уверен, юридически. Вот. Либо, эээ, попросили бы, мучая, переписать машину на себя, то есть, или бы вы переписали на него, раз вы теперь владелец. Вот. Или вообще, предложили бы на маму переписать, чтобы никому обидно не было. Знаете? Вот. Ну, просто как его сделать. Но ничего этого, вы, вы не сделали, не сказали. Ничего. Абсолютно. Дальше, значит, вы, думали, предложить, заключить брачный договор, чтобы она не переживала. Виктория, вы только вдумайтесь, вы хотите заключить брачный договор с мужчиной, со своим, чтобы его мама не переживала. Вопрос, какое вам делать до того, переживает мама или нет. ее переживание, ее переживание, это ее ответственность. Ваши желания и ваши отношения с мужем, это ваша ответственность. Пожалуйста, старайтесь разграничивать ответственность свою и ответственность своей мамы, ой, своей свекрови. В противном случае вы постоянно будете находиться в этом состоянии невроза, в состоянии стресса и в состоянии давления на себя, потому что третье лицо будет в виде свекрови, будет постоянно оказывать на вас давление, пускай и такое вот негласное. Дальше, значит, я ей прямо спокойно сказала, что не претендую на машину, если она переживает за развод, то на ней и так немалое количество всего от мамы. Ну, то есть, по сути, вы обрадуетесь. Оправдание – это то, что обычно означает признание своей вины, вот, и, соответственно, подтверждение у человека мнения о том, что он прав насчет вас. Значит, слова подбирать, какие я примерно вам сказал, да, ну, то есть, ну, что нужно делать, что нужно делать. Но, я ещё раз повторяю, дело здесь не в этом. Дело здесь не в том, что, как поступить и как себя вести. Дело здесь в том, что хотите вы и в том, где заканчивается ваша ответственность и начинается ответственность другого человека. Я прекрасно понимаю её как маму и согласна, что нужно было нам уже оформлять. Ну да, и где, и как. Он хотел этим детям показать мне свою любовь с его слов. Нет, он хотел сделать так, как комфортно ему. Потому что, товарищи наши, видно, что вам его демонстрация любви принесла лишь только слёзы. Вот. Вы пишите, обидно очень в душе. Обидно в чём? На что? Знаете, обида – это ожидания. Ваши ожидания. И вот, тонкость вся в том, чтобы ваши собственные ожидания, которые у вас есть, и которые породили обиду, идентифицировать и скорректировать своё поведение так, чтобы именно они, эти самые желания, которые лежат в основе ожиданий, были реализованы вами самостоятельно. Не хочется возвращаться домой, пишите вы. Ну правильно, чувство вины, это понятно. А ведь нам ещё Новый год вместе нужно встречать. Заметьте, вы говорите, нужно встречать. Вы не хотите встречать Новый год с мамой. Получается. Я могу, у вас понятно, что вы не хотите. Так, мы никогда не ссорились с мамой-мужейкой, а ещё общались, она живёт в другом городе, сейчас у нас в гостях. Ну… Вы знаете, вот умные люди, по крайней мере, в психологии, да, так сказать, в психологии родительских отношений. Она говорит о том, что родитель, родитель, если у него взрослые дети, первое, не должен проводить с ними, с детьми своими больше времени, чем нужно, он их подавляет. И второе, ему рекомендуется отдавать все деньги, какие у него есть, лишние. И не заботиться, не заботиться и не переживать о них. Ваша свекровь не такая. Она делала, она не так себя повела. А значит, у неё есть свои личные потребности и свои личные желания, за которые расплачиваетесь вы и ваш муж. Я бы рекомендовал здесь вашему мужу обратиться к психологу для того, чтобы отношения с мамой разобрать его. Ну и вам в контакте своей потребностной сферы, своих личных границ и чувства вины тоже. Вы пишите, муж поругал маму, и мама сделала дружеский шаг, попросила прощения и просила не обязаться на неё. Мы пообщались, всё хорошо. Виктория, вы действительно считаете, что если муж поругал маму, и она после этого только попросила у вас прощения? Всё хорошо. Правда? Вы правда так считаете? Что поругав кого-то можно решить проблему? На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за просмотр!